важнейший момент друзья мы с вами находимся среди самой малочисленной группы россии и во всем мире главным защитником сада объявлена война на уничтожение сада я использую каждый раз какие-то кузырь чтобы вы это поняли ну немножко для наглядности значит где лучше всего чувствует себя муравейник по дереву почему дерево это его крыша вот а данном случае забытанная бутылка наверно с этой бутылки и вот это саженистый раз заполнили его и получилось муравейник бутылки очень я бы сказал оригинальное решение бутылкой трогать не стал увидел что на полной земли или там какой-то структуры вот здесь это трудно убедиться трудно увидеть почему я делал фотографии еще с важнейшего темы открываю и закрываю и предложение мое на уровне опять таких законодательное и так здесь если вы видели фильм вы увидели что муравьи попали в ловушку другие муравьи их спасает спасает сознательно сейчас поймете к чему я так войну и так вначале для наглядности муравьи разорвали чтобы понятно что и то что я буду говорить это не случайно это очень важно муравьи славится тем что подвергает себе риску для благополучия своей колонии но муравьи жнецы на эти жнецы сказать поняли да которые будут челюстями особенно героически новое исследование предполагает что насекомые бросаются в паутину чтобы спасти своих поминных ловушку сородичей иногда разрывая шок чтобы освободить их потерпеть их кому это не интересно потому что выводы будут такие что вы сами удивитесь исследователи впервые наблюдали бесстрашных войн в пятнадцатом году в пустынях махове и сонора мало того что насекомые освободили своих товарищей зимкого плена они разобрали всю паутину после это разорвали челюстями за два часа сообщает команда американского натуралиста спасение не обошлось без личного риска около 6 процентов спасателей сами застояли шоке им или были захвачены пауком скрываешься поблизости для чего я все это говорю сейчас поймете здесь пример разумного поведения муравьев они спасали своих этих своих товарищей применяю слово товарищ и так я много смотрел фильмы про муравьев они не скрываются они регулярно показывают по центральному телевидению на центральных каналах толку вот злоба к ним растет уже ненависть дикая ненависть это очень опасно смотрите что я вам привел еще один пример нам сообщает так вот муравей пошел искать пищу и оставил за собой феромонный след запах поняли да и поэтому запаху ты-ты-ты-ты-ты сколько же надо такого этого жидкости чтобы вот приходят другие муравьи и начинают тут же гусеницу подхватили понесли на этом считается что их разум качать вот только начинается вот и так муравейники сложнейшее архитектурное сооружение о чем мы не догадываемся даже которым идеально сделано все начинает вентиляция рация канализации так далее вот дальше зимой и летом они естественно ну мы у себя форточки открываем закрываем в доме а у них еще сложнее только я уже об этом рассказывал далее представим себе конкретный вид муравьи муравьи это самый лифторез значит десятки тысяч сотни тысяч муравьев пошли и режут эти самые кусочки листьев и несут их муравейник там из них делают грибы так специальные плантации подчеркиваю специальные плантации а потом эти грибы идут на пищу подрастающего поколения вот и таких примеров много супер муравейники они доходят до 100 миллионов муравьев как они могут слаженно действовать вот тут-то я сломал сперва себе мозги рассломал потом кое-как вернул их на место и понял одно сказки про феромоны это сказки на самом деле это разум который управляется не так муравейник управляется разумом которым я назвал внешнее управление вот наверное такое же огромное биополе наверное это биополе разумного существа невидимого нами другое исключено каждый день муравей он безмозглый и так далее а 100 миллионов которые работают идеально я поэтому представил себе так это наверное разум понятия мы тоже какая-то самая где-то у нас разум во многом знаете мое любимое занятие поговорить на эту тему значит попадая древний мир наш современник я когда-то рассказывал фантазия богатая у этого писателя вот чувствует пропадет там ничего не умеет фактически не приспособлен а потом он взял и зашел какую-то там эту древнюю эту эту ну типа наши забегаловки вот достал горсть монет современных почему-то эти монеты у него взял этот самый продавец поставил перед ним там кувшин с вином вино кисличие вот он тут заскумехал что там не умеет готовить ни путь не вина ни более крепких напитков он договорился с хозяином этой хорчевни вот заработал взял у него деньги ударили по рукам на паях и пошел кузнец ему сделал вы уже поняли эту спираль как называется господи на перегонки короче тут же закапала бренди вот он тут же разбогател вот ну а дальше впереди то есть он выкрутился из такого положения а нормальный чек который шофер все же сработал он никогда 9 внутреннего сгорания не сделает он даже паровой двигатель не сделать так нет он даже спросил что такое колесо архимеда он не он не знает где-то мельком промелькнуло это колесо чтобы можно было воду поднимать качать вот и больше ничего вот то есть любой современный человек там погибнет а муравей нет а муравей нет во многих отношениях они приспособлены нас вот и не говорю мне мне кажется что муравейник особенно вот этот 100 мили 100 которым 100 каких там 100 мили 100 этих самых миллионный муравейник 100 миллионов особей вот это скорее всего сверхкомпьютер сверхкомпьютер иначе обвесить невозможно их может быть не совсем они все ловит такие уже действия она настолько приспособлены так ну что если меня слышно то хорошо значит это будет спрощенный значит вы поняли чему я говорю что это феномен вот я поэтому тогда так слово биополе она чуть ли не ругательское даже в науке вот поэтому я взял и нашел понятие биополе до сих пор его считается эзотерика эзотерика это понимаете в чем дело дальше расшифровать не буду боюсь но в целом это всем до научная концепция то есть это чепуха и души у вас нету и у меня тоже нет сейчас это вам электрический ток вам раз или сути пальцев розетку дернется рука все вот и вот и вся душа то есть рефлексы поэтому смотрите со времен советской науки его как бы не существует дальше вот сейчас я реагирую на письмо она была не письмо статья была опубликована в очередной раз я пока вам не показываю но моя реакция была такая спасибо за вашу статью вы автор статьи муравьях не имеете понятия о биополе о внешнем управлении о живой планете запах феромоны это глупое объяснение вот я не очень был красноречив когда-то дойдет до самого верху что нужен закон первое признание муравьев разумными причем заметьте более разумными чем собаки чем кошки даже дельфины вот и даже более разумные чем обезьяны наши ближайшие как бы родственники и закон о защите муравьевной цивилизации почему без нас людей прекрасно обойдется планета зарастит рано снова потрескается асфальт через асфальт полезут опять растений восстановится планета причем быстро зависка десятков лет вот а если муравьев не будет дело в чем еще раз я когда-то говорил мне вынужден повторить потому что где-то когда-то пусть не на третий мой случай еще можно служить раз десять буду кричать корову внушенная торгашами ненависть муравьям это торговцы ядохимикатами вот им выгодно чтобы еще дерево идти пойдем дальше первая тема закрыта кроме самого вывода и так если внушить человеку что муравьи это главная наша беда что они уничтожают вместе строить деревья вот вот это перейдя из защитников в эти эти самые ненавистых уничтожителей то однажды будет изобретено биологическое оружие потому что зачем вот эти флакончики на которых написано муравьят алло слушаю на проводе ну вы опоздали вебинар же начался я сейчас не могу ничем вам помочь по потом напишите мне письмо и вышел потом в записи этот же вебинар а потом разбираться почему вы не можете попасть ну я могу еще знаете что сделать вы же не видите ничего сюда так там гостевая книга да там гостевая книга не только вам всем кто слышит там есть гостевая книга самая правая раз уже шли на сайт а там объявление вот недельный вебинар и каждой семь дней обновляю и там есть как нашли там есть как попасть прямо в вебинар давайте отключаюсь не получится потом я вам вышел запись все пока так кто-то еще хотел к нам присоединиться так вот биологическое оружие это та самая которая делает уже но все вы поняли значит у нас уже было за несколько лет были уничтожены 90 с лишним процентов яблони центре сибири юг-сибирь мы самое были благополучны в россии этот сырногорский феномен который не был следом и он же прекратился в отношении слава богу абрикосы не пострадали он прекратился в плане я бы не придумал чтобы предположил вирус не вирус бактерии ночи бактериальная болезнь ученые с красноярска пытались найти зловредный гриб вот патогенная сказал нету некий патогенный грибов это зараза внутри организма вот нечего испытали мы на себе многие выкарабкались многие нет вот когда это случится против муравьев еще раз говорю мы все доедино умрем доиграемся вот с этим бактериальным оружием против человечества вот а не дай бог муравьи вот там уж точно смерть мы точно надеемся что выживем но если муравьи не будет нас не будет этого человека столько времени придерживаться сколько это пока не кончится последний этот кусок хлеба так дальше вот эту фотографию давно делал но еще тимошка был маленький топор еле в руках держал я сказал запомнили всю жизнь а это моровейник это основа жизни в саду вот он только чтобы не наступить он появился вот это есть если бы я был не прав сейчас бы меня бы не было кому бы поверили мне если бы как другие рисует эти фрукты помните путая абликосы с этим с персиком вспоминайте да вот а это настоящий сад естественно я ошибаться не могу и даже не было вот защита муравейников возведена мной в религию поняли да вот это надо остановить как опять где-то когда-то кто-то с высокой самой трибуны кроме прочего скажет руки прочь от муравьев была совершенно страшная ошибка кто понимал молчал им плевать было на это что кто-то зарабатывает на том что вот значит видите показывать флакончик муравьев вот на дорожке рассыпали веналили муравей наступил ногой своей яд затащил якобы муравейник и весь муравейник погиб ну я так ограниченное количество и может быть больше одного муравейника не уничтожить или там 10 муравейников а если по всей планете помните я остерегал не трожьте грибы теперь я говорю не трожьте муравьев а они еще к тому же нам по разову не выступают идем дальше торгаши ядами победили науку на к вопросу вот они видите сейчас он кое-что покажу вот эту фотографию это без почти без комментариев ходите по саду очень осторожно старайтесь по дорожкам они должны дорожки вы видите что делать вот даже тут обойдите извините скажите если наступил случайно лучше должно быть это после проливных ливней